Здравствуйте! Первый профессиональный институт эстетики. Приветствуем вас на очередном нашем прямом эфире, посвященном вопросам и ответам наших моделей. Поэтому отвечаем сегодня на вопросы по инъекционной косметологии. Татьяна Игоревна, скажите, с какого возраста можно делать инъекции красоты? Начиная с 18 лет. То есть такая большая необходимость это с 18 лет. До 18 лет мы стараемся не работать, потому что там могут возникнуть только проблемы по акне. Соответственно, должно быть правильно подписано информированное согласие. Можно применять какие-то другие методы лечения. А вот что касается именно уколов красоты, то есть вся инъекционка доступна с 18 лет по мере возникновения каких-то проблем. Скажите, а правда ли, что от уколов возникает зависимость? Зависимость возникает от, наверное, от уколов? Вряд ли. Смотрите, тут два момента. Во-первых, человек очень быстро подсаживается на тот хороший цвет кожи, на хорошее качество кожи, на вот этот вот замечательный эффект. То есть ему нравится, что при минимальных затратах, достаточно непродолжительной боли, он получает долговременный результат. Конечно, это гораздо эффективнее, быстрее, и поэтому маленькая реабилитация короткая, и, пожалуйста, мы получаем хороший результат. Поэтому, конечно, уже в зеркале по прошествии там 4-5 месяцев, когда наступает опять сухость и все прочее, то человеку, конечно, хочется обратно. Если мы говорим про инъекционные препараты, ботокс, про филеры, то, опять же, это зависимость больше из-за того, что ткани ведут себя определенным образом. То есть положение филера, она такая набухшая, красивая, не видно морщины. Через 6-8 месяцев морщина возвращается на место. А существует такое мнение, что после ботокса там глубже морщины становятся? Нет. Просто ботокс у нас держит в среднем 12 недель, и потом морщинка постепенно начинает образовываться. И, конечно, клиенту как бы уже не нравится, что она опять, ему хочется вернуть все обратно. И да, определенная зависимость от этого есть, но я бы хотела сказать, что это не врачи подсаживают, это человек подсаживается на свой хороший внешний вид. Если нам нравится внешний вид, то почему бы этим не заниматься регулярно, не перегибая палку? Естественно, мы консультируем, что вам точно нужно, а с чем стоит подождать. Скажите, а какие инъекции красоты наиболее популярны? Одна из наиболее популярных тем – это мезотерапия и биоритализация. Но, наверное, мезо все-таки выходит на первый план, потому что здесь мы работаем по коже лица, по телу, с проблемами и лимфостаза, и целлюлита. Мы работаем с волосистой частью головы, решая проблемы и сибореи, и аллопеции, причем любого практически вида аллопеции. Занимает мезотерапия очень мало времени, она не приносит за собой каких-то осложнений, то есть там минимальное что-то. Соответственно, быстрая реабилитация и хороший внешний вид. Поэтому вот она решает огромное количество задач, поэтому мезотерапия на пике популярности. Скажите, еще такой вопрос. А не растянется ли кожа при частном использовании инъекций? Ну, на самом деле не растянется. Растянется от чего? От количества препаратов. К сожалению, с возрастом у нас как раз-таки дермальная ткань из-за отсутствия воды теряет небольшой объем, да? И раз она становится менее объемной, то все белковые структуры там провисают, возникает такой фиброз, возникают глубокие заломы. Это приводит к такой атоничности кожи. И как раз-таки прибавление объема от дерми, то есть нам достаточно туда положить гиалуроновую кислоту, причем в любом формате. Достаточно добавить туда витаминов, аминокислот, и, соответственно, мы улучшаем с вами сразу тонус и тургор. Кожа восстанавливается по объему, наполняемость больше, кожа становится более упругая, и как раз-таки она натягивается. То есть верхний эпидермис натягивается, мы получаем с вами идеально гладкое лицо. Такого понятия, как растяжение кожи, его вот для профессионалов практически не существует. Это можно сделать какими-то неправильными аппаратными технологиями по атоничной коже, там, вакуумом, еще что-то. И то это будет очень локально, и чаще всего выглядит как петехи, не более того. Ну и такой же вопрос примерно. Правда, что под тяжестью филлера лицо съезжает вниз? Это не совсем правда. Все будет зависеть от количества филлера. Раз. От постановки, в какие ткани поставлен филлер. Два. Соответственно, кому. То есть, если мы говорим с вами про мелкоморщинистый тип старения, то есть такое печеное яблочко, мы поставили с вами филлер, он притянул огромное количество воды, и у этого клиента мы сразу видим отсутствие морщин. То есть разглаживается фиброз, разглаживаются складки. Приток воды в данном случае будет как бы давать, наоборот, определенный объем. Если мы говорим про деформационно-отечный тип старения, когда идет миграция жировых пакетов, то здесь чрезмерное увлечение филлерами может привести к еще большей отечности. И такой выраженным еще большим... Ну то есть, такие люди не получают длительного результата. Они получают отек, а потом филлер просто рассасывается. Это может утяжелить пакеты, поэтому эти пациенты все-таки требуют несколько другого подхода. Хорошо, спасибо. А скажите, вот инъекции красоты, то есть инъекционная косметология, может решить любую проблему с кожей? Практически любую, да. У нас достаточно широкий спектр, то есть мы имеем в своем арсенале мезотерапию с огромным количеством лекарственных средств. Это витамины, минералы, это, пожалуйста, сосудистые препараты, это пептиды, это аминокислоты. То есть очень широкий спектр, и, соответственно, они могут решать практически любую проблему. Мы имеем с вами в арсенале биоретализацию, которая такая как профилактика, основное старение, то есть это такая длительная гидротация. У нас есть филеры для поддержки ткани, для создания объема. У нас есть ботокс для борьбы с мимическими морщинами и легким птозом. Поэтому практически любая проблема по лицу, но я бы даже сказала, наверное, в той и нульной степени, но она может решаться инъекционными методами. Спасибо. А какие общие противопоказания к инъекциям красоты? Ну, во-первых, это на данный момент соматические заболевания. То есть в условиях, опять же, ковида и постковидного пространства это в первую очередь соматика. Достаточно долго мы ждем после перенесенного ковида. Есть ограничения, особенно по инъекционке, при вакцинации и после вакцинации. Поэтому, конечно, стараемся пережидать рекомендуемые Минздравом сроки. К сожалению, самые большие осложнения сейчас идут на людях, которые переболели ковидом. Еще что? Это психические заболевания, в частности, это эпилепсия, это паническая боязнь иглы. Это будет стопроцентное противопоказание. Беременность лактации является стопроцентными противопоказаниями. А дальше все от инъекций к инъекциям меняется. То есть у нас должен быть чистый кожный покров. Соответственно, никаких повреждений, никаких пиодермий. Больше пяти воспалительных пустул мы не берем. Плюс к этому не должно быть хронических заболеваний, связанных с кожных проявлением. То есть это псориазы, это атопические дерматиты. С особой осторожностью относимся к людям с аутоиммунными заболеваниями. С особой осторожностью относимся к онкологическим заболеваниям в анамнезе. Опять для каждой инъекции это будет свое. Дальше все идет в более таком частном. То есть насколько аллергия, аллергический статус, на данный момент самочувствие, в каких-то препаратах важно сердечно-сосудистое давление, в каких-то препаратах мы обращаем внимание даже на работу пищеварительного тракта. То есть к каждому препарату существует еще такой ряд своих собственных противопоказаний. Не очень большой, но тем не менее общие они всегда одни и те же. И последний вопрос. Как правильно ухаживать за кожей лица после процедур? Процедуры инъекционные считаются достаточно травматичными, поэтому требуют определенного ухода, от которого будет зависеть, насколько препарат усвоится, во-первых. Во-вторых, насколько это будет эффективно. В-третьих, как быстро пройдет реабилитация. Есть общие показания. То есть так как у нас с вами травмация кожного покрова всегда, то, соответственно, нельзя там сутки наносить косметику, нельзя подвергать эту область какой-то бактериальной атаке. То есть нельзя умываться, нельзя наносить на нее какие-то крема. Это должен быть только хлоргексидин, это должен быть только пантенол или бипантен. Присоединение вторичной инфекции в любых инъекциях очень часто зависит от тепловых. смещений. Поэтому несколько дней, а то и до недели, если в случае филлеров или ботулы токсина, мы говорим о том, что нельзя горячих процедур. Это будут входить горячие ванны, сауны, солярии. Это нельзя перегреваться на солнце, открытым. Соответственно, никаких поездок на юг в ближайшую неделю. Вот это вот в обязательном порядке. Дальше такой более узкий, уже специальный, то есть для мезотерапии, например, практически такой вот уход должен быть где-то в течение 4-5 дней. Если мы говорим про филлеры и ботокс, до двух недель. В филлерах очень актуально покой мимический, то есть отсутствие мимики для полной установки филлера, отсутствие нагрузки, то есть там идет снижение нагрузки физической. Нельзя летать на самолетах, нельзя заниматься йогой там, кверх ногами. Ботокс – это проблема отечности, поэтому отменяется все, что может вызывать отечность. Нужно спать в определенном положении, не употреблять на ночь большое количество воды, там меньше соли и так далее. Во всех инъекциях, опять же, так как идет травмация кожного покрова, должно присутствовать ИСПФ-защита на ближайшие 2-3 недели. Татьяна Игоревна, здесь еще поступил вопрос. Какие процедуры Вы посоветуете в преклонном возрасте после 60? Если это первичные процедуры, то все равно стоило бы начать с биоретализацией. То есть это насыщение кожи большим количеством воды, это насыщение кожи так необходимыми аминокислотами, микроэлементами, для того, чтобы не прекращалась работа, для того, чтобы улучшить трофику, для того, чтобы снизить пигментацию, а также усилить сопротивляемость организма в внешней среде. То есть это и противостояние солнечным лучам, и образу жизни. То есть кожа будет выглядеть, кожный покров будет выглядеть гораздо более ухоженный. А дальше уже на этом фоне, когда мы насытили кожу необходимыми витаминами, минералами, аминокислотами и водой, нужно разбираться уже по конкретному типу старения, что там нужно. Конечно, более серьезный возраст требует более серьезных мер, поэтому на первое место сюда выходит контурная пластика, это мезонитий, это опять же тредлифтинг любой. А вот ботулотоксин, если человек до этого не делал, то после 55-60 лет это уже не рекомендуется, и даже с людьми, которые делали это регулярно, все равно имеются ограничения. Поэтому заменяем его на ботулопептиды в мезотерапии, и, соответственно, какие-то другие инъекционные или аппаратные методики. Спасибо, Татьяна Игоревна. Спасибо вам большое. Ждем от вас новых вопросов. До следующих, до новых встреч. Всего вам хорошего. Продолжение следует...